Ну поскольку в Славянске начались боевые действия уже и ребята именно с моей группы они уехали раньше туда как бы построив здесь какую-то структуру я понял что все здесь дело может работать и без меня тем более было кому заниматься уже все уже я был как бы не один на тот момент я мог спокойно передать а сам ехать на боевые потому как я понимал без войны не обойтись а плюс тому славянский она уже началась в то время естественно я созвонился с ребятами мне сказали давай проезжай мы ждем только чтобы не было так как было под Волновахой когда тормозили колонну с дубинками и тому подобное да нет проезжать все будет все найдем я спокойно уехал на Славянск до 24 мая тогда уехать не получилось где-то что-то там дорога перекрыта было 25 мы спокойно проехали мы приехали на Славянск на СБУ в тот же же вечер мы получили оружие и спокойно уехали на Семеновку 20 блокпост в принципе на Семеновке когда начались уже такие более текущие бои меня уже там принципе не было я был уже в самом Славянске я на самой Семеновке пробыл там недолго да там единичные стычки происходили при мне но такого чтобы плотного столкновения еще не было где-то то с конца до конец мая где-то числа с 30 я был непосредственно на Славянске на вилле Марии уже заниматься там чисто охраной но в то же время это как перевалочная база была когда выходили от ребята с Ямполя они выходили именно через виллу у нас они заходили тогда к нам у нас переночевали их отправляли дальше и в принципе до самого выхода перед выходом со Славянска я уже не смог прорваться к своим хотя я знал что готовится выход но я не смог прорваться туда единственное что тогда приехал НОС ну это район музея там вилла Мария она рядом с блокпостом получается НОС занимался блокпостами он приехал я подошел а что мне делать как мне быть забираю своих людей и дипломату с дипломатом вместе на выход когда шли на выход тогда в принципе о том что это выход что мы оставляем славянск знали единицы основное что говорилось всем что идем для того чтобы зайти с тыла укропом и все и только в Краматорске на ДК НКМЗ уже было сказано в открытую что мы вышли со Славянска потом Горловка Донецк ну в Горловку мы как мы заехали в принципе Безлер со Стрелковым что-то не поделили тогда и я не могу сказать что там что-то не поделили ну Безлер якобы попытался арестовать Стрелкова тогда если бы мы шли на Донецк мы бы пошли по прямой через констаху ясиноватский блокпост и мы в Донецке а так мы через Дзержинск где-то туда ушли стороной в принципе я тогда к Безлеру туда я не ездил я не знаю причины что там как там ну так по рассказу я знаю что там была попытка арестовать Стрелкова но ничего с этого не получилось впоследствии в принципе отношения Стрелкова с Безлером я не знаю скажем так не настолько высоко я был поскольку в дальнейшем я уже занимал чисто рядовую должность должности в принципе не не интересовали никого тогда тогда всем было вперед подстрелять порвать и тому подобное Сгорловки когда зашли сюда в принципе я оставался уже в составе Носовского подразделения в составе группы дипломата на базе нашей группы именно была создана первая военная полиция это контроль правопорядок и тому подобное хотя назвать это правопорядком ну в принципе я не могу сказать что как бы правопорядок в том плане как оно есть хотя бы сейчас тогда это было чисто ГБР звонок поступил подорвались и вперед тогда только такие варианты были много приходилось здесь по Донецку тогда мотаться поступала информация уже как бы у нас был тогда и и свой следователь скажем так был у нас в разработке командир красногвардейского подразделения МАМЕД пришлось как бы и его брать там вообще ну как мы знали уже конкретно на какой машине он ездит что он возит что к чему как когда ехали уже за ним конкретно то получилось что мы вообще встретили его по пути неожиданно при въезде на гвардейку там есть ряд цветочных магазинов и как раз две пары лежащих полицейских получается что мы одни только переезжаем а он переезжает оттуда на встречу ну система отработана одна машина впереди вторая заду стволы в лоб все а чем он так отличился в хорошем смысле ну всякие разные отжимы и тому подобное люди пропадали непонятно куда открытый грабеж открытый грабеж на торговлю наркотой полностью вся циганва там под ним была он местный ну провезли мы его сюда на избушку мы тогда там же и располагались мы передали его все дальнейшее его то есть мы как бы сделали свою работу а дальше пусть занимается уже как бы были построены структуры уже были люди на то время в принципе это такая самая яркая вспышка скажем так по нашей работе тогда бывшие милиционеры бывшая полиция было такое что они днем с нами точнее днем они на работе ночью они проходили нам помогали всякое было народ по-разному жил ну все стремились к одному чтобы не запустить сюда укропу